Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир бизнес-канала на Финам.ФМ. Вторая его часть называется «Бизнес-класс» и связана с тем, что мы в студии «Бизнес-класса» встречаемся с успешными российскими бизнесменами и говорим о жизни их нелегкой. Прежде всего, я с удовольствием представлю своего соведущего, как всегда, по вторникам, вы знаете, со мной в этой студии мой коллега. Сегодня это Алексей Громадчиков, редактор направления «Хай-тек» журнала «Эксперт». Леша, добрый день. Добрый день. Ну и нашего гостя я также с удовольствием представляю. Сегодня в студии «Бизнес-класса» Сергей Карпуничев, генеральный директор компании «Коламбус» в России и СНГ. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Ну что ж, и последнее приготовление для наших слушателей. Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Вот, собственно, те возможности, которыми слушатель может воспользоваться, чтобы к нашей беседе присоединиться, позвонить, задать свой вопрос. Ну и главная тема. Тема сегодня звучит пафосно достаточно. Тема такая. Восстание машин. Как сократить убытки, связанные с человеческим фактором, с помощью информационных технологий? Ну, Сереж, тема есть тема, поэтому придется отдуваться, никуда тут не деться вам. Ну что ж, давайте начнем традиционно все же. Да, первый вопрос. Как вы оказались в этой отрасли бизнеса? Как жизнь сложилась, что вы занимаетесь теперь высокими технологиями? Ну, оказалось достаточно просто. Когда-то давно увидел компьютер, еще тот смешной. Еще тот смешной, с зелененьким экранчиком. И мне показалось, что это интересно. Ну, это был какой возраст? Школьный или там? Это был даже школьный возраст. Да, еще был школьный возраст. Год, наверное, 87-й. И мне показалось, что это, на самом деле, очень творческое занятие. Можно реализовать совершенно какие-то планетарные вещи. И все свое воображение. Для школера я вам хочу сказать, у вас такие глобальные мысли-то в голове, да? Виталий. Представляешь? В школе учишься, ты увидел какую-то игрушку, и сразу у тебя планетарные какие-то планы. Ну, потом же хочется как-то поменять правила этой игры. Потом начинаешь рассказывать, как надо делать все по новым правилам и так далее. Понятно. Ну, хорошо. И, в общем, жизнь сложилась так, что теперь вы, да, собственно, генеральный директор крупнейшей компании. Давайте рассуждать, вот, собственно, на тему того, как IT-решения помогают бизнесу. Это очень важно. Ну, если говорить именно о том, о чем заявлена наша сегодняшняя тема. О восстании машин. Да. Ну, насчет, дойдет ли до восстания, сейчас пока что прогнозировать немножко рановато. Но цель использования информационных технологий всегда стояла таким образом, чтобы облегчить труд человека. Причем, ну, в разных его аспектах. И я бы сказал, что помимо, ну, каких-то операций, ну, там, физических, где компьютер упрощает какие-то операции, которые нужно делать руками. И мне кажется, что одна из важнейших, конечно же, вещей, это то, что компьютер позволяет облегчить умственную деятельность человека. И как раз вот здесь, вот, наверное, максимальный эффект и возможен. Поэтому тема, она всегда стояла актуальной, да, и, в общем-то, ее актуальность совершенно не теряется и по сей день. Но в какой-то момент машины могут действительно восстать? Вот что вы думаете про вот эти апокалипсические настроения? Что вот они выйдут из-под контроля? Я думаю, что поскольку компьютер все-таки создан был человеком и развивается согласно, ну, там, ходу человеческой мысли, то все-таки человеческая мысль всегда будет превалировать. Это вот мое убеждение. И поскольку люди создают компьютеры для того, чтобы можно было думать о чем-то более существенном, более, там, я не знаю, творческом, да, то, наверное, все-таки люди всегда останутся умнее компьютеров и сумеют каким-то образом противостоять искусственному разуму. Ну, известные, наверное, не стоит это дальше обсуждать, но известные, тем не менее, классические примеры кинематографа, когда направление было то же самое, да, то есть был человек, была машина, она была сообразительной, потом она умнела, потом она умнела еще, а потом она вышла из-под контроля и сказала, нет, дружище, теперь я здесь глава. Я верю в людей. Это очень гуманно, это очень гуманно. Так, хорошо, давайте конкретный вопрос, а чего стоит отталкиваться при выборе IT-решения? Ну, мы сейчас говорим о неком бизнесе, да, можно там пример какой-то конкретный привести, а может быть абстрактно. От чего столбик стоит отталкиваться? Ну, я думаю, что при анализе IT-решения, которое компания подбирает для себя, нужно отталкиваться в первую очередь от нужд компании и от того, какого эффекта компания ожидает после окончания проекта, да, связанного с внедрением того или иного информационного решения. И, ну, вот этот эффект, его можно там по-разному мерить, да, и в целом, если говорить об результатах проекта, ну, там, насколько-то должна повыситься эффективность компании, да. Ну, там, именно в цифрах каких-то, да? Да, конечно, конечно, желательно воплотить это в цифры, причем можно это декомпозировать в том числе и до эффективности труда конкретных сотрудников, там, высвобождения от какой-то рутины, на какую-то более эффективную работу, которая приносит больше прибыли компании. Так, ну, это, да, да. Да, надо заметить, что на самом деле здесь у нас очень много еще пока что есть к чему стремиться, да, то есть если сравнивать, ну, какие-то страновые коэффициенты, да, которые приводят там Росстат, Всемирный банк, то в большинстве отраслей по эффективности мы отстаем где-то там в три-три с половиной раза от развитых стран по эффективности труда, по производительности труда. То есть мы не берем сейчас эти решения, мы говорим о человеческом факторе. Да, мы говорим в целом о человеческом факторе, но, а дальше надо смотреть, что на самом деле те отрасли, которые наиболее автоматизированы, они и дают... Это сокращение, да, отставание сокращают как-то. Ну, надо отмечать, что и у них тоже они более автоматизированы, поэтому можно говорить о том, что они оказывают больший вклад в экономику страны, да, но при этом, ну да, там, конечно, где мы с автоматизацией можем похвастаться, то там отставание действительно сокращается. Ну, я понимаю, что проблема еще и в том, что мы не везде можем похвастаться автоматизацией, ну, по сравнению опять с теми же развитыми странами, да, то есть там этот процесс гораздо дальше ушел. Ну, все же движет конкуренция, да, то есть там, где меньше конкуренции, там, как правило, и меньше автоматизации, ну, то есть если компания находится на остроконкурентном рынке, то им приходится свои конкурентные преимущества искать уже за пределами каких-то простых операций, поэтому тут все понятно. Да, и здесь на первый план, как раз, высокие технологии выходят, правильно я понимаю? Ну, конечно, да. Хорошо, а с другой стороны, если посмотреть на эту тему, а как можно на автоматизации сэкономить? Ну, опять-таки, можно смоделировать, да, какую-то ситуацию, когда действительно острая конкурентная борьба в том или ином сегменте и заставляют меня, как бизнесмена, естественно, какие-то свои конкурентные преимущества искать. И я неожиданно понимаю, что, с одной стороны, конечно, это развивает мой бизнес, да, и делает меня, так сказать, более конкурентным, да, в этом ряду, но, допустим, затраты в какой-то момент, да, я понимаю, что затраты уже, так сказать, достаточно серьезные. И сэкономить-то можно как-то? То есть, не отказавшись вовсе, да, тем не менее, как-то... Ну, сэкономить именно на самом внедрении? Давайте уточним вопрос. Давайте мы уточним, но уточним после новостей. Сейчас новости послушаем, потом продолжим. Хорошо. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня со мной в студии мой соведущий Алексей Громадчиков, редактор направления хай-тек журнала «Эксперт». В гостях у нас Сергей Карпуничев, генеральный директор компании «Коламбус» в России и СНГ. Ну, и обсуждаем мы достаточно важную, я уверен, для любого бизнесмена тему, как сократить убытки, связанные с человеческим фактором с помощью информационных технологий. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Сереж, ну и, может быть, самый первый, если не главный вопрос, о каком человеческом факторе, собственно, идет речь, с которым нужно бороться? Или который, наоборот, доставляет неприятности бизнесмену, убытки некие? Или вот здесь очень интересная фраза была, да, подчиненные находятся в некой рутине, их нужно оттуда вытаскивать периодически. И о чем речь? Ну, в целом можно говорить, наверное, о том, что затраты, связанные с человеческим фактором, не обязательно их называть убытками, да, но они лежат в плоскости того, что, собственно говоря, делают люди, да, там, на работе. И делают они это. То есть их эффективности, да, какой-то? Ну, конечно, да, там, ну, об их эффективности и о факторах, которые влияют на эту эффективность, да, то есть, соответственно, там, люди могут делать что-то правильно или неправильно, да, там, в соответствии с тем, как их обучили, да. То есть, там, сотрудник, может быть, просто не знает, как правильно, и поэтому делает что-то некорректно, компания в связи с этим делает... Ну, это такой, наверное, крайний вариант, потому что есть сотрудники, просто один делает лучше, другой хуже, потом человеческий фактор, он с утра встал в плохом настроении, пришел на работу, настроение транспонировал, да, в работу, вот вам, пожалуйста. Об этом, наверное, есть. Ну, особенно для компаний, у которых высокая текучка персонала, да, там, там, вещи, связанные с обучением, с входом сотрудника в рабочий процесс, они, на самом деле, достаточно весомые. И затратные. И затратные, да, и в этом плане информационные технологии могут помочь за счет автоматизации операций каких-то, да, за счет, там, более четких инструкций, ну, и так далее, и так далее. То есть за счет более правильной организации процесса, да, при внедрении автоматизированной уже системы. Может быть, вызвано это тем, что, ну, там, сотрудник или, ну, там, знает, но, допустим, знает, как делать, то есть прошло обучение, да, но, тем не менее, он, там, внутренне каким-то образом, там, не согласен с тем, что нужно делать ту или иную операцию таким-то образом. Да, и... Но он не согласен, почему? Потому что просто не согласен, или у него есть другой взгляд просто на эти вещи, и он готовится стать рационализатором каким-то? Ну, возможно, да. Такое тоже возможно. Такое тоже возможно, ну, или просто у него, там, нет полномочий на выполнение, принятие решений, там, в той или иной области. Ну, и, безусловно, есть, там, такой фактор, как, там, некий злой умысел, который, ну, тоже нельзя, там, сбрасывать со счетов. Ну, и другая категория, да, это, там, неэффективное расходование средств компании, ну, во время работы. И тут можно говорить о, ну, там, простых каких-то вещах, например, осуществление закупок без проведения тендеров, да, или, опять же, неправильная организация труда, да, то есть неправильно построенные бизнес-процессы, дублирование информации где-то, да. То есть это там, где компания несет издержки, ну, связанные с, там, неэффективностью, неэффективной организацией труда. Ну, и, по большому счету, все эти процессы можно автоматизировать, я так понимаю. Или какие-то все же не поддаются автоматизации, и приходится, так сказать, махнув рукой, говорить, ну, ладно уж. Ну, большинство рутинных операций, конечно, можно автоматизировать, но, в конечном итоге, то, что раньше нам, рутиной не казалось, оно, по мере того, как автоматизация все более и более широкомасштабная в компании, то рутинными начинают становиться операции те, которые раньше таковыми, может быть, и не были. Поэтому, ну, там, процесс автоматизации и вообще поиска эффективности, они бесконечны. Они таковыми, почему рутинными становятся? По сравнению с этими механизациями, автоматизациями, по сравнению с ней, а не рутина. А изначально они все-таки творческой такой, да, какой-то частью процесса оказались. Ну, вот, достаточно простой пример, да, там, в компании-дистрибуторе, при закупочной деятельности она фиксировалась в двух системах. Ну, там, закупщики, там, использовали какие-то таблицы в Excel для того, чтобы, там, ввести, там, цены поставщиков, там, какую-то номенклатуру и так далее. И одновременно с этим, там, естественно, все это было организовано как-то в учетной системе, да, для, там, собственно говоря, уже финансовых нужд, ну, и дальше уже, там, для, там, других каких-то потребностей. И, конечно, ну, такое дублирование информации, оно приводит к некоторым искажениям, поскольку это, там, источники разные, да, к сложности планирования деятельности, сложности контроля, ну, и дальше, там, финансовые какие-то расхождения тоже возможны, да, потому что я считаю, что я закупаю по таким-то ценам, потому что у меня такой-то источник, а, там, в другом источнике эти информации, может быть, другой. И после автоматизации такие, конечно же, вещи уходят, как правило, это все объединяется в какую-то одну ERP-систему, да, уже будем называть таким термином, вот, и, ну, там, проблемы, вот, там, двойного такого вот ввода, они исчезают. Ну, и дальше можно уже, там, более четко планировать, можно уже использовать вещи, связанные с сводным планированием, когда учитываются потребности в продажах, учитываются потребности в производстве, ну, и дальше формируются автоматически какие-то заказы на, там, закупку тех или иных, там, вещей. — Сергей, вот такой вопрос, а вот, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что, вот, IT-компания, она, она бы трансформировала бизнес-процессы предприятия, к которым она приходит просто сейчас, это очень практикуется, допустим, там, какой-нибудь ритейлер, он по одной схеме что-то там продавал продукты, приходит IT-интегратор и говорит, у вас здесь все не так построен склад, условно говоря, давайте перестраиваем весь бизнес-процессы, это очень часто происходит. То есть, получается, IT-интегратор, он выступает неким таким уже бизнес-консультантом, не просто как представитель каких-то IT-технологий. — Хотя у ритейлера, наверняка, ведь и свой отдел мог бы быть. — Да-да-да, свой бизнес, свое видение там какое-то. — Совершенно верно. На самом деле, действительно, ну, во многих компаниях есть отделы информационных технологий, которые в том числе занимаются оптимизацией бизнес-процессов, потому что зачастую IT является неким таким связующим узлом, который хорошо знает разные области бизнеса. — Этого конкретного бизнеса. — Да-да, аккумулируя в своих информационных системах, базах данных, там, аналитических каких-то системах, транзакционных и так далее. — Тем не менее, когда обращаются к консультанту, то часть проекта всегда направлена на то, чтобы получить какой-то взгляд извне, да, и спросить, а какие еще бывают варианты реализации тех или иных бизнес-процессов в других компаниях, я не знаю, там, в других странах. — Если это не является коммерческой тайной. — Как правило, ну, конечно же, все это, там, оговаривается с учетом вопросов конфиденциальности, но, как правило, есть некие шаблонные процессы, которые вырабатываются от одного проекта к другому, да, и затем формируются в карты бизнес-процессов, так называемые, на основе которых мы можем давать рекомендации компании работать так или иначе. — Причем у консультантов такая возможность есть, правильно? Потому что он обладает информацией гораздо больше, чем... — Множеством проектов, да, ну, причем, ну, вот, если говорить конкретно за Колумбус, например, да, то мы являемся международной компанией консалтинговой, и у нас есть отдельный офис разработки, он в Голландии находится, где сводятся все различные наработки, сделанные на разных проектах, в том числе описание бизнес-процессов под эти наработки, и затем мы можем использовать вот эти вот карты бизнес-процессов, которые, например, использовались в других странах для клиентов, которые обращаются к нам здесь, в России. — Ну, эти процессы, которые проводил в конечном итоге Колумбус, да, то есть сторонник... — Ну, как правило, берется за основу. На Западе вообще очень много уже давно сделано с точки зрения там стандарта. — Сергей, прошу прощения, мы прервемся, у нас рубрика в эфире, а потом продолжим. — Итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Еще раз с удовольствием представляю, прежде всего, моего соведущего. Это Алексей Громатчиков, редактор направления хай-тек, журналы «Эксперт». И в студии наш гость Сергей Карпуничев, генеральный директор компании Колумбус в России и СНГ. Мы говорим на тему автоматизации бизнес-процессов, как можно сократить, ну, давайте так, не убытки, да, сократить расходы, связанные с человеческим фактором, с помощью информационных технологий. Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы-495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, Сереж, продолжим, значит, обсуждали мы примеры, какие-то яркие примеры, да? Да, мы говорили о том, где берутся вот эти вот стандарты бизнес-процессов, как они формируются, да, и я рассказывал, что, ну, вот у Колумбуса есть такая возможность, как обратиться к опыту проектов по внедрению. Собственных, собственно, все-таки, да? Да, да, не только в России, но и за рубежом. И, на самом деле, на Западе уже многое сделано в плане стандартов, да, и, ну, там есть целое специализированное агентство, которые выпускают так называемые блюпринты, это там некие стандарты работы. И, ну, вот, в частности, там в рознице есть такая модель, называется Arts, которая описывает, ну, какие бизнес-процессы в розничной компании, как они там должны происходить. Проходить. Дальше мы берем эту модель и ее уже каким-то образом уточняем на своих внедрениях, да, и можем советовать что-то компаниям в плане улучшения их работы здесь на нашем рынке. Причем, я хочу сказать, что эффект именно от применения вот такой вот стандартизации, да, пускай даже вот мы берем за основу вот некую, там, то, что называют иногда best practice, да, там, модель best practice с точки зрения описания бизнес-процессов, и затем ее дорабатываем здесь под конкретного какого-то заказчика, то я думаю, что это один из самых эффективных способов сократить издержки, связанные с человеческим фактором. Потому что зачастую компании развиваются быстро, бурно, орг структуры очень гибко меняются под конкретных людей, под конкретные задачи, которые возникают, пускай точечно, да, но потом они сохраняются. То есть модель это некий полуфабрикат, да, который вы потом доводите до ума уже. Я хочу сказать о том, что благодаря использованию вот такого средства, как моделирование бизнес-процессов, которые мы предлагаем своим заказчикам, убираются издержки, связанные с какими-то фундаментальными ошибками, связанными с организационной структурой компании, связанными с несогласованностью действий между отделами или дублирования каких-то там действий, операций, да. Ну, то есть можно выявить на самом деле какие-то существенные огрехи, особенно если компания до этого росла бурно, да, и ей требуется, ну, там какая-то существенная оптимизация с этим связанная. — Вот еще интересный вопрос. Как это выглядит? Модель, которая была опробована, ну, условно говоря, там на развитых рынках, потом приносит сюда в Россию, сталкивается она с какими-нибудь, я не знаю, там ментальными структурными... — Да, я хотел как раз тоже вот добавить вот развитие этот вопрос, он действительно очень часто возникает на рынке, просто многие говорят о том, что вот западные модели, как вы сказали, эти полуфабрикаты, они не всегда подходят под российскую действительность, вот есть такое мнение, и в этой связи, кстати, очень многие, вот этот момент очень многие связывают с тем, что на российском рынке очень хорошо развиваются российские ERP-системы, сейчас порядка 40% рынка принадлежат российским ERP-системам, это 1С и Галактика, а им противостоят западные системы, там, Microsoft, Oracle, SAP, вот, и вот здесь идет такое противостояние вот этих стандартов, когда вроде бы западный стандарт, можно прийти западным стандартам, предложить его российскому предприятию, и предприятие сразу хорошо заработает, это точка зрения вот такого западного вендора, а российские говорят, что нет, не всегда это хорошо заработает, что у нас есть своя специфика российская, и что иногда мы вот у нас по-своему бизнес построен, и мы не всегда можем эту модель применить. Вот здесь вот такая большая дискуссия очень идет на рынке, вот, Сергей, как вот вы смотрите вот на эту дискуссию, действительно ли у России есть иногда своя прям такая специфика деловая, под которой нужно построить то или иное IT-решение? Ну, все, я думаю, все-таки идет от спроса, от потребности, да, и, ну, мне кажется, что спрос на западные модели управления у нас, он все-таки не затих, он имеется, он актуальный, и многие компании, которые открываются здесь, или, ну, там, заходят на какой-то новый виток своего развития, они так или иначе копируют часто модель с какой-то западной компанией. Да, вот съездил, я не знаю, какой-то бизнесмен на запад, увидел интересный бизнес, я не знаю, сходил в кафе, которое ему показалось привлечет покупателей в России, и он эту бизнес-модель пытается реализовать здесь. И это, часто эта бизнес-модель будет лучше жить с той орг структурой, с теми бизнес-процессами, которые работают и на Западе. Мы вот до встречи обсуждали, например, франчайзинговую модель развития, да, и, ну, собственно, франчайзинг, он как раз позволяет, ну, помимо какого-то зонтичного бренда, купить в том числе и уже готовую технологию, часто это включает в себя и какую-то IT-платформу. То есть ты заплатил за франшизу, тебе сразу выдали технологию, правила работы, список, там, не знаю, ассортимент какой-то, еще что-то. То есть ты, в принципе, уже знаешь, что тебе делать, нанимаешь персонал, проводишь обучение, ну, в утрированном виде, например, наверное, так работает. Ну, конечно, всегда есть там место какой-то там локализации любой бизнес-модели, причем, ну, не только в России, я думаю, что и в ряде других странах. Совершенно верно, поэтому вопрос, да, Леша говорит, бытует мнение, что вот российская действительность, она каким-то образом отличается от всей другой, здесь есть некие... Она может быть сложнее, она может быть, здесь свои могут быть нюансы, может быть, тот же владелец кафе, он не всегда там закупает так же продукты, как это делается на Западе. Может быть, там, часть его там отправляют, там, кухарку, там, на рынок, она за деньги, за наличные покупает, а не закупает там через интернет, как на Западе. Кто-то, может быть, там, не знаю, учет официантов по-другому ведет, то есть везде есть своя специфика, и вот как раз западные российские производители ERP-системы, они говорят, что мы вот все-таки лучше адаптируем к российским условиям. Хотя вот действительно, наверное, резон есть в том, чтобы, может быть, лучше нам западные технологии перенимать и, скажем, кухарку не отправлять там поодиночке, там, на тот же рынок закупать там помидоры с огурцами, а может быть, подрядить какого-то поставщика, который там уже организованно будет привозить раз в день, там, эти огурцы с помидорами, наверное, вот в таком ключе. Я не возьмусь отстаивать глобально западную модель против российских моделей, я считаю, что в каждой, ну, там, отрасли или даже подотрасли есть свои какие-то эталонные, там, образцы и на Западе, и в России есть очень много высокоэффективных компаний, которые работают по-своему и получают от этого хорошую прибыль. Поэтому, ну, тут, я думаю, что... А, кстати, достаточно этого аргумента, что я работаю по-своему, зарабатываю неплохо, и ваши эти западные бизнес-модели мне абсолютно не нужны. Тут вы должны быть провидцем, насколько ваши конкуренты работают в этом же направлении. Не обязательно так же, да, то есть, может быть, они, там, собираются внедрить какую-то другую бизнес-модель или, там, я не знаю, автоматизацию, собственно говоря, в бизнесе, да, и вас обскакать. Ну, поэтому... Ухо в остров всегда, да? Конечно, ну, да. Нос по ветру надо держать. Да, конкуренция. Да, 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 та самая, о которой мы говорим. Сереж, очень интересная тема еще, как быстро все это окупается. Ну, опять-таки, если можно какую-то статистику привести с этой точки зрения. Ну, вот класс систем, которыми мы занимаемся, да, этот средний, от среднего до крупного, да, то есть, если так сказать. Компании, для которых они пригодны, то в среднем, вот, статистика, есть такая компания, которая называется Nucleus Research. Это компания, которая анализирует внедрение информационных технологий, сравнивает различные системы между собой и так далее. Вот класс систем, с которыми мы сталкиваемся, он в 75% случаев окупается в течение примерно двух лет инвестиций во вложения в ERP. Дальше нужно говорить о том, на какую задачу нацелена та или иная реализация, да, то есть, например, если это вот... Веб-портал, который позволяет собирать информацию с магазинов, например, да, и информация, ну, вот, пример, который мы делали вместе с компанией L'Etoile, о котором я говорю. — Информацию какую из магазинов? О продажах? — О маркетинговых акциях, о готовности к маркетинговым акциям, да, то есть, ну, вот, если раньше мне нужно было, там, обзванивать или каким-то образом, другим способом... — Да, информацию. — Собирать информацию, есть ли у вас достаточное, там, количество товара, готов ли магазин, украсили вы его, там... — Персонал, да, готов ли обученный. — Обученный персонал, там, и так далее, и так далее. Какую-то информацию мне нужно было получать, ну, там, в ручном режиме, да, то после внедрения, там, вот, такого портала эта информация заполняется в определенная стандартная форма, и все это гораздо быстрее происходит. То эффективность от, вот, внедрения вот этого небольшого блока, она может быть, на самом деле, огромная, да, то есть, есть компании, с которыми мы внедряли ERP и достигали до 50% сокращения ручного ввода пользователей в систему, да, то есть, это, на самом деле, огромные деньги, огромные деньги. Поэтому в этих случаях, например, да, то есть, возврат этих инвестиций будет быстрее, да, там, если внедрение более масштабное затрагивает все аспекты, оно может быть более растянуто во времени, но от этого эффект может быть долгосрочный, и объем денег, которые вы сэкономите, или заработаете, или и сэкономите, и заработаете, что еще лучше, он будет еще больше. Я сейчас, знаешь, подумал, опять вот, к восстанию машин никак не дает мне покоя эта тема. Вот, я просто представил, ты сейчас рассказываешь, да, что вручную ты обзванивал, или, значит, девочки там сидели, вручную вбивали вот эту всю информацию, а потом внедрили автоматическую технологию, и девочка эта, одна, две, пять, они оказались не у дел, их взяли и уволили. Это в одном магазине, во втором, в пятом, десятом, еще в каком-то, в среднем бизнесе, в крупном бизнесе, и к бирже труда выстроилась очередь. А кто виной тому? Товарищи, которые внедряют высокие технологии. Ну, с одной стороны, пока что беспокоиться нечего, у нас в плане безработицы, у нас, по-моему, где-то в шесть процентов, и это один из самых низких показателей. А с другой стороны, я все-таки предпочитаю другой сценарий. Этим девочкам, как ты говоришь, им все-таки предоставили возможности обучиться каким-то новым. То есть они были недостаточно квалифицированные, да, работнички, а теперь у них есть уже навыки. Они были квалифицированы для той работы. Теперь эту работу выполняют машины, пока еще не восставшие, и эти девочки могут выполнять какую-то более высокоинтеллектуальную работу, которая будет и больше оплачиваться. Я предположу, да, что она еще и будет и больше стоить. Ну, конечно, да. И таким образом, вот, собственно говоря, эффективность труда возрастет. Я еще хотел бы отметить, что вот в последнее время, я соглашусь с Сергеем, меняется просто отношение к информационным технологиям в России, что сейчас это предприятие воспринимает не как дополнительные затраты, а как мощные антикризисные меры. Вот, допустим, сейчас, да, вот именно при движении сейчас кризиса, сейчас многие говорят, начали внедрять эти IT-системы, потому что раньше, условно говоря, там воровали со склада, и ладно, там, типа, у нас и так прибыли было достаточно. Мы внедрили систему, воровать стали меньше, и, соответственно, как бы спрос сейчас на IT-решение очень повышается. Я понял, спасибо. Давайте еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем автоматизацию бизнес-процессов, связанных с человеческим фактором, с помощью информационных технологий. Представляю тех, кто вместе со мной в студии бизнес-класса. Прежде всего, это мой соведущий Алексей Громадчиков, редактор направления «Хай-Тек», журналы «Эксперт» и наш уважаемый гость Сергей Карпуничев, генеральный директор компании «Коламбус» в России и СНГ. Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, идея прозвучала, тем не менее, да, и вот Леша добавил, что сейчас внедрение высоких технологий — это шаг в будущее все же, да, это не... Смотрят, наверное, не с позиции дополнительных затрат, и еще забавно, что, может быть, даже выглядело это до кризиса так. Ну, давай, давай, внедрим. Все внедряют, и я. Да, и я. Может быть, и поможет. Хотя, может, наверное, и не поможет. Один из ваших коллег в этой студии говорил, что раньше даже не считали эффективность вот этих внедрений. Ну, просто вот, может быть, мода была какая-то, или просто уже деньги есть, давайте еще что-нибудь вот замутим, что называется. Сейчас уже деньги считают, и это уже позитивно. Ну, я думаю, считали всегда, просто сейчас более тщательно считают, причем считают именно в разрезе возврата вот того или иного вложения. Вложения, внедрения, конечно, конечно, вот это важно. Причем очень часто, извини, пожалуйста, ведь это сложно просчитать, да, вот именно... Ну, конечно. Именно технологию перевести в цифры, да, в проценты роста продаж, или даже в проценты... Как посчитать лояльность клиентов? То есть, как посчитать рост там имиджа? Совершенно верно. Это непонятно, то есть, это действительно... Ну, в принципе, конечно, и это можно посчитать. Сейчас тоже есть такие технологии, да, когда все что угодно можно в циферку привести. Вот тут, скорее, не столько в технологии, да, то есть, ну, там, лояльность клиентов — это, ну, там, определенное количество клиентов, которое нас не покидает или которое, там, не переходит в соседний магазин просто потому, что там вывеска красивее стала. Ну, вот, поэтому можно посчитать, сколько клиентов мы сохраним благодаря улучшению, ну, например, запуску какой-то программы лояльности или ее, там, модернизации, да, такое-то количество клиентов у нас сохранится, ну, а дальше понятно, там, легко понять, сколько люди принесут денег в магазин. Ну, то есть, в принципе, любое внедрение, любому внедрению предшествует достаточно глубокая внутренняя работа компании по тому, а для чего ей это надо, да, и сколько это будет стоить уже там на каком-то... Кстати, вот опять возвращаясь к консалтингу, да, компания может сама заморочиться этим вопросом, что называют, потому что специалист, как выясняется, у нее есть, а лучше все-таки она скажет, да, давай мы спросим у старших товарищей, потому что они нам-то лучше посчитают. Ну, подходы есть разные, конечно же, да, но просто главное, чтобы потом компания не обнаружила внутри себя какую-то консалтинговую компанию, которую, в общем-то, тоже надо содержать, ей нужно ставить какие-то цели, задачи, да, и что с ней делать с этой командой после окончания внедрения, да, то есть все-таки это несколько разные этапы становления и использования решения, да, то есть есть какой-то пик, когда приходят опытные специалисты и, собственно говоря, осуществляют, внедрение в промышленную эксплуатацию, а есть дальнейшее сопровождение, развитие системы. Здесь уже действительно часто выбирается внутреннее подразделение для того, чтобы сопровождать, и мы их охотно включаем в ходе проекта. То есть эффективнее выглядит именно так, да, что для реализации проекта какого-то, да, для его создания с нуля, что называется, приглашают сторонние, да, специалисты. А дальше, да, вот назначаем, да, учили какого-то там своего сотрудника, и он спокойно затем. Ну, да, дальше уже зависит, опять же, от внутренней политики компании, там, в отношении IT, от множества вещей, как много доработок планируется делать в дальнейшем, как бизнес развивается стремительно или не очень, да, и так далее. — Сергей, а как бы вы могли охарактеризовать вообще последние тенденции развития вот системы управления предприятием? Сейчас вот очень модные появились слова, там, облачные технологии, мобильные технологии, там, аутсорсинг, вот можно назвать буквально, там, 3-5 вот таких главных? — Еще я аббревиатуру знаю, B-O-O-I-D. — BI, вот бизнес-аналитика, вот это все очень модно, и все вот в этом путаются, вот, на ваш взгляд, там, несколько вот таких ключевых главных тенденций, которые сейчас происходят на рынке системы. — То есть, насколько я понимаю, они принципиально, может быть, даже не отличаются, да, сильно друг от друга-то? — Не, ну, сами тенденции. — Да. — Сами технологии. — А, ну и технологии разные, конечно же, да, то есть, тут, на самом деле, надо разобраться. — Давайте, давайте, вот, собственно. — Ну, все-таки до того, как говорить о том, что же востребовано, все-таки я бы хотел сделать некоторый реверанс в реплику о кризисе, да, и мы работаем на рынке компаний, связанных с ручками. — В розничной торговле, дистрибуции, пищевое производство, да, там, машиностроение. И вот в России наиболее, наибольшие компетенции компании сосредоточены именно в рознице и в дистрибуции. И я могу сказать, что статистика, вот буквально сравнительно недавнешняя статистика говорит о том, что 85% всех строящихся торговых площадей в Восточной Европе приходится на Российскую Федерацию. — То есть конкуренция в рознице, а в рознице, ну, там, вот, по, опять же, по эффективности труда, мы, там, ну, на те же самые плюс-минус 3, 3,5 раза пока еще отстаем. — Ну, вот, у нас, на самом деле, до сих пор еще большая. Вот, например, в Москве количество торговых площадей на тысячу населения примерно в 3 раза меньше, чем в Загребе. Или, ну, там, дальше там есть статистика, там, по Праге, по другим городам, Восточная Европа, да, то есть можно говорить о том, что у нас еще далеко-далеко есть куда расти. — Конечно, Восточная, потом Западная Европа, да, а потом Соединенные Штаты Америки. — Ну, да, то есть там, конечно же, там показатели тоже другие, да, ну, вот, и нужно говорить о том, что, ну, вот, как раз вот конкуренция, да, ну, там, она заставляет открывать новые торговые площади, новые магазины, развиваться, особенно, ну, там, если уж, там, и в Москве у нас, вот, там, ну, достаточно большая дистанция, то и в других городах она по-разному выглядит, да, там, если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге, например, дистанция не такая большая, ну, и население поменьше. — Ну, опять же, да, то есть есть куда расти, есть куда двигаться, вот, при этом многие технологии, которыми мы следуем, именно следуем, да, не очень много создается новых технологий здесь, а высококонкурентный рынок, гораздо более высококонкурентный рынок на Западе заставляет их думать сейчас о том, о чем, ну, мы сейчас можем присматриваться и выбирать, какую инновацию нам имеет смысл вообще здесь принимать или какую-то не имеет, да, вот. И, ну, вот, уже, в принципе, известная такая, там, вещь, да, то есть, вот, там, например, там, в рознице селф-чекауты, да, то есть, у нас есть буквально несколько магазинов, которые сейчас начинают работать на этой технологии, где, ну, в конечном итоге, может быть, кассир не потребуется, да, то есть, когда вы сами набираете какие-то товары, да, там, сканируете их, там, дальше оплачиваете. Ну, вот, потом... Опять, опять, Сереж, кассиру увольняют. Сколько кассиров опять будет увольнено? Не, ну, я думаю, опять же, что, скорее всего, они будут... Переквалифицируют к управдому, да, это я тоже читал. Ну, дальше, да, то есть, есть понимание, что раздражает покупателей в магазине, если уж мы так вот в эту область пошли, да, то есть, там, отсутствие вообще товара на полке, да, то есть, соответственно, нужны системы, нужны более четкие процессы, которые позволят не расстраивать покупателя. Вот он пришел в магазин, а товара такого, которого он привык покупать или которого он ожидал в магазине, нет, вот что ему делать, идти в другой магазин, ехать на машине, ну, то есть, у него были какие-то планы. Ну, и понервничает он, естественно, если ожидания не оправдались, конечно. Потом это вещи, связанные с длиной очереди, да, то есть, там, с этим вообще надо бороться, и тут есть целый ряд технологий, связанных с видеонаблюдением, да, за очередями, соответственно, есть технологии, которые позволяют прогнозировать рост очереди в определенные, там, время, да, то есть, для этого используются и видеотехнологии, и другие. Вот видеотехнологии также востребованы в том, чтобы понять, какой товар сейчас наиболее популярен, да, где люди останавливаются, где не останавливаются, или где останавливаются, но не покупают, потому что в чеке не пробивают этого, да, то есть, вот эти вещи, их все можно связать между собой и понять, что нужно закупать, когда нужно закупать, когда, там, и как правильно установить на этот товар цену, ну, и так далее, разработать маркетинговые какие-то акции, да. Ну вот дальше, если двигаться уже так, то, конечно, B.O.I.D. Bring your own device, если не ошибаюсь. Ну вот это все связано с мобильными технологиями, планшетами, еще какими-то вещами с телефонами, что, по сути, можно в интернет-магазине что-то заказать, потом прийти с телефоном этого NFC и посмотреть, где это все на полках, и цены сравнить и так далее. То есть там очень множество технологий, которые пока еще у нас не применяются. Это уже в метро появилась. Вот одна из компаний продавцов электроники уже выставила такую электронную витрину, где ты сканируешь штрих-код в метро, а потом заказываешь через интернет себе домой. Это не российская компания, наверное. Да, это не российская компания, но вот в московском метро это уже действует, то есть вот такая новая технология розницы, можно сказать. Вот они тенденциальные. Ну вот, да, соответственно, ну там очень большое количество вещей, связанных с мобильными технологиями. Они, я думаю, сейчас будут все больше и больше захватывать бюджеты IT-подразделений, то есть вот это то, что надо ожидать. Ну такая вот вещь, вещи связанные там с электронными ценниками, да, то есть мы уже слышали, когда по сути через, ну то есть сейчас как надо распечатывать ценники, идешь там по рядам, да, то есть идет специализированный сотрудник, идет и обновляет ценники на товары, которые вот он сканирует, смотрит на наклеивает, да, смотрит на там появившуюся стоимость, если она отличается от ценника, ну дальше там обновляет и так далее. Но вот есть электронные ценники, которые прямо, ну там обновляются из системы, просто высвечивают цену на товар. А что вы думаете про вот эти метки RFID, вот радиометки, которые собираются ставить на продукты? Ты берешь продукт, ставишь его в холодильник, холодильник понимает, какие продукты у тебя там стоят, и может сам, условно говоря, выходить в интернет и заказывать молоко, если его в холодильнике нет. Вот это, на ваш взгляд, будет реально в ближайшее время? Ну, я не знаю, с помощью ли RFID или других каких-то технологий, потому что у самой технологии RFID пока еще довольно много ограничений, но мне кажется, что это вполне возможно, да, то есть там то, что холодильники выходят в интернет, это уже давно не новость, то есть как правило, это требуется там человеческая рука для этого, да, но с точки зрения там дальнейшего шага, то, что можно сканировать, что же за продукты у тебя в холодильнике и срок годности, главное, определять, ну вот это, конечно, я думаю, что вполне вероятное развитие событий. Дорого, здорово. В общем, я так понимаю, что, да, впереди нас ждет не жизнь, а сказка. Получается, магазины вообще будут не нужны, холодильник сам выходит в интернет. Потому что многое будет не нужно. Я, кстати, может быть, не с радостью сейчас об этом сказал, многое станет, да, не нужно. Мы с вами, у нас, к сожалению, заканчивается и время. Сережа, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, сегодня в студии бизнес-класса был Сергей Карпуничев, генеральный директор компании «Коломет» в России и СНГ. Со мной мой соведущий Алексей Громадчиков, редактор направлений «Хай-Тек», журналы «Эксперт». Мы обсуждали высокие технологии, ну и за ними будущее, как, собственно, показала практика. Всего вам хорошего, спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания, все доброго. Субтитры создавал DimaTorzok